Как помочь наркозависимым инфицированным детям против их же воли, задается вопросом руководитель Центра по профилактике и борьбе против СПИДа Павел Довгалевский. Четыре подростка чуть старше 12 лет попали в руки правоохранителей. Ребята инъекционные потребители наркотиков со статусом ВИЧ. Они появились наконец в реабилитационном центре Пелегрим, откуда они периодически убегают. Мы пытались им оказать помощь. Туда приехал наш врач, их поместили в этот же день в стационар. К вечеру они повыдергивали себе капельницы из вены и убежали. Нет законных оснований, чтобы удерживать их в больнице. Нет в городе специального стационара. Правда, сбежавшие долго без медицинской помощи не продержатся, утверждают специалисты. История идет по кругу, а правоохранители вспоминают опыт работы прошлых лет. Если раньше у нас были стационары закрытого типа, куда можно было либо подозреваемого, либо потребляющего без назначения врача наркотики. Можно было и обследовать его, можно было принять меры к лечению. Были лечебно-трудовые профилактории для наркоманов. Сейчас, к сожалению, все это осталось в прошлом. Если сотрудники милиции разводят руками, что тогда говорить людям в белых халатах, возмущается Довгалевский. Честно говоря, я не готов сегодня сказать, что в тех условиях, законодательной базы, которые есть, что можно еще делать. Рассказать можно много чего. Но в том, чтобы быть уверенным, что это даст эффект. Все организации, которые работают сейчас в той или иной сфере, в том или ином ракурсе с беспризорными детьми, они все граничат с законом. Сегодня тебе говорят спасибо, а завтра за то, что ты делаешь, тебя могут посадить в тюрьму. Пробив законодательство, предлагает восполнить депутата областного совета Зоя Колесникова. Если в столице пока об этом не подумали, надо нам проявлять инициативу, заявляет Зоя Серафимовна. Я хочу обратить внимание на улучшение здоровья населения. В этой программе совершенно не затронуты дети, которые у нас выброшены на улицы, которые сегодня потенциальные наркоманы, потенциальные воры и так далее. Своих подопечных уличных гастролеров начальник службы по делам детей Ильичевского района Ирина Подобцева знает в лицо и перечисляет поименно. А по поводу свободы выбора подростков остаются на стражу своих принципов. Пока вот эта проблема, о которой мы все только говорим, не коснется непосредственно, может быть, тех людей, от которых зависит что-то изменить в этом государстве, мне что-то кажется, что ничего не изменится. Я понимаю, что демократия, демократичность, может быть, в отношении, да, это должна быть, но я думаю, что это уже не демократия, это уже скорее анархия тогда, когда объявляется. Это все равно, что в эпидемию чумы, мы будем говорить о том, что пусть каждый человек делает то, что он хочет. 2007-й может стать переломным в политике по отношению к несовершеннолетним, утверждают специалисты. За этот год должна быть создана четкая система помощи тем, кто зависит от наркотиков и живет с ВИЧ. Виктория Гуц, Виктор Дедов, Новости, ТВ7.